Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, кое-что уже проясняется. Не успела Бахметьева приехать, а Калмогуров тут как тут. И что? Что? Спит она с ним, вот что. А почему тогда из Москвы уехала? Вот это вопрос. Пока. У меня еще глаза да увидите. И завязывай с булками. Мишу отнесу, ей уже можно. Надя. Что? Помнишь, ты пациентку с гангреной? Как ее вам? Нина, а что? Да, Нина. Что-то не нравится она мне? На вопрос она не отвечает. Смотри, вот на точку. На укол не реагирует. Говорит мой дорогой шеф, субординацию еще никто не отменял. А тебе, Павел Олегович, грех подкатывать свои фаберже к сестрам. Ты же интерн. А, Эль, подожди, ты не интерн, ты санитар. Ну так тем более. Да хватит уже. Я говорю, что родильница эта, которая мальчик без ноги, по-моему, с ней что-то не то. А по-моему, об этом надо врачам говорить, а не сестрам лапшу вешать. Чего? Ну я думала, ты сноб снобом, а ты такой же, как мой брат. А что ты, брат, такой же умный и красивый, как и я? Угу. Такой же умный и красивый. В своем пятом классе. Надя, а кофе? Последние два дня ты был тем самым Юрой, в которого я когда-то влюбилась. Когда ты зашла в операционную, меня переклинило, что ты уже давно не тот. Наташа, успокойся. Я тот же самый Юра. Правда. Тогда не включай, пожалуйста, Юрия Алексеевича. Я от него уехала в Питер и не хочу, чтобы он приезжал и присматривал за мной, как за маленькой девочкой. Хорошо, договорились. Оставь меня человека, а не чиновника. Ладно. Можно? Может, вы что-то хотели, Дина Рафаэлова? Ой, извините. Да, я хотела сказать, что пациентка Федорова, та, у которой мальчику ножку ампутировали, ведет себя очень странно. Ни на что не реагирует и ни с кем не разговаривает. Но если вы заняты, я могу пригласить психотерапевта. Я сейчас подойду, но у психотерапевта пригласите. Хорошо. О чем я говорила? О том, чтобы я убил в себе чиновника и больше никогда не включал Юрия Алексеевича. Договорились, хорошо. А ты за это не сможешь меня подбросить до института? Видишь ли, Юрию Алексеевичу необходимо появиться на закрытии конференции, а он совершенно отвык от общественного транспорта. Я сейчас сбегу как саморяда, попрощаюсь, это минут 20. А потом отвезешь меня. Да, думаю, успею. О, а что такая довольная в лотерею выиграла? Смена окончена. А ты куда? К Бахметьевой? Со столицей хочешь? До завтра. А она не одна. А с кем? С московским гостем, с которым у нее очень-очень теплое отношение. Пирожок? А с кем? Та не да. gentил Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нил, во многом, каким будет этот мир для вашего сына, зависит от вас Я что, я смогу вырастить ему новую ногу? Может, вы свое отдадите? Монет, который здесь у вас нарисован, он же прекрасный, яркий, активный, красивый Смотрите сами Многие двуногие бы позавидовали и хотели бы жить такому Я вот велосипед так и не осилил А вы, Наталья Владимировна, как у вас с велосипедом было? Смотрите Сколько цвета, смотрите, сколько улыбается у вас Люди так жестоки Да, но не все Вы же его любите Значит, только вы можете ему показать мир Который не жестокий, а с любовью и радостью Вот такой Цветной Некому, кроме вас Я постараюсь Это было здорово, коллега, я бы так не смогла А я бы не смог, так как вы Осуждаете? Да то что вы Вы приняли решение, взяли на себя ответственность Мне слабо Прибедняйтесь, хотите еще комплименты? Да, какие комплименты? Мы что, психологи? Мы просто помогаем людям разобраться в их собственных ситуациях И принять свои решения Хорошо, тогда я вам скажу Там, в палате, я только что присутствовала при настоящем событии Вы за три минуты без скальпеля, без анестезии, без всего Спасли женщину и ребенка Возможно, сделали счастливой целую семью Это было круто А еще и кокетка Не без этого Ну, вот и приехали Что, правда, не хочешь пойти послушать, как Юрий Алексеевич В блестящем стиле будет рассказывать о последних достижениях Из области нашей нанотехнологии А, ни капельки К тому же дома Меня ждет кресло-качалка И новый Ох, и показуй Очень губ Kampf Если брать дайна, третий Или growл Если брать дайна, третий Это же будет делать Юрий Алексейкин. Наташка, я не знал, правда. Наташка, мне надо идти. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ух ты! Ух ты! Ух ты! Вечно опаздывающий доктор Базанов. Теперь ещё часа три, как не должно быть видно. Спасибо за комплимент, доктор Бахметьева. Но это вам. А ты снова подлизываешься? Я же тебе уже сказала, что я простила, забыла и всё, проехала. Ну, это униженное подношение. Подношение? Я ещё слишком молода. Ну хорошо, это взятка. Взяток я вообще не беру, особенно до обеда и без записи. Наталья, звезда моя! Я настаиваю! Хорошо, что там? Я ж тут пропустила? С первым месяцем работы, Бахметьева. Месяц прошла. Вообще у вас здесь месяц за три, поэтому ты мне должен ещё два подарка. Господи, это картошка! Это она! Всё. У меня снова восемнадцать. Доширак, сосиски и картошка. Догоняй! Алло! Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Наталья Владимировна? Здравствуйте. 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 Так, дичь клюнула, но не распробовала. Ну ничего, мы ей поможем. Дина Рафаиловна, а я… Спокойно. Это же часть игры. Работа. Работа. Нет, я серьёзно. Никогда девушек не приглашал на свидание. Сразу в постель? Нет, ну как в баре? Познакомишься, коктейль, танец, ещё пару коктейлей и всё. Дело-то не хитрое. Подожди. То есть за всю жизнь ни разу ничего серьёзного, только вот эти пьяные анекдоты? Ну да. Молодец. Просто посоветуй, куда пойти. А кто это счастливец? Да обыкновенная девушка, добрая, милая. Книжки читает. Ну ты что? Биологией увлекается. Ладно, объясняю, Паша. Здравствуйте. Для начала нужно вывести девушку из привычного ей эмоционального ореола. Ну так сказать, чтобы увидеть её истинные страхи, комплексы и желания. Понимаешь? Сеченов, какие желания? Короче, своди-ка её на концерт органной музыки. А ты зря не веришь мне, Паша. Между прочим, учёные доказали, что вибрации органной музыки воздействуют на чувственную эмоциональную сферу одновременно, тем самым образуя бессоздательную связь между мужским и женским либидо. Доброе утро, Наталья Владимировна. Доброе. Понятно. Забирайся уже. Я всё надеялась, что у этой Марины есть сердце. Да есть, конечно. Просто она разучилась им пользоваться. Это мой первый отказной ребёнок. У неё ещё есть два месяца, чтобы забрать из дома малютки. Но это, конечно, будет уже сложнее. Спасибо. За что? За то, что даете людям шанс оставаться любимой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК Да! Алло, Марина. Здравствуйте. Это Лазарев, не у Анатолова. Помните? Вот что я хотел сказать. Марина? Алло. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОН АБОНЕНТА выключен или находит… Да? Наталья Владимировна, можно на минутку? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Тут такое дело, сегодня в наше отделение поступила моя подруга, Вера Поспилова. Хорошо, я поняла. Это не все. Дело в том, что она на учете нигде не стояла и не обследовалась, потому что у нее острый лимфопластный лейкоз. Пойдемте. Простите, но я не пойду. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Я Наталья Владимировна Бахметьева, заведующая отделением. С Павлом Олеговичем вы уже знакомы. Ольга Леонидовна мне рассказала о вашем диагнозе. Вы давно болеете? В детстве была достигнута стойкая ремиссия. Я хотела стать врачом. Ну, практической медицины не для меня, как видите. Осталась на кафедре гистологии и эмбриологии. Ну, почему же вы врач и не обследовались? Я не врач, я скорее ученый, доктор наук. Доктор наук не обследовались и не встали наук? Именно поэтому, придя в женскую консультацию, я… Меня бы сразу направили на аборт. По всем медицинским показаниям. А я… Я очень хочу ребенка. Больше жизни? Больше жизни. Да, в вашем случае это сравнение может приобрести буквальный смысл. Забеременеться в таком состоянии, это… Я понимаю, но я искала не просто мужчину, а… Идеального самца. Подходящего по всем параметрам. Вы что, группу крови спрашивали его? Каждого тестировала на множество генетических сходств и различий. Сильно? Все равно это не повод не обследоваться. Врач всего лишь рекомендует, решение всегда за вами. Я вас понимаю. Но я все продумала, я все… все рассчитала. Я перестала принимать цитостатики, потому что они гнетающе влияют на плод. Так же, как и на раковую опухоль. Да все было хорошо. А три недели назад у меня случился рецидив. Да. Здрасьте, Олег Викторович. А, Наталья Владимировна, здрасьте. Вы уже читали? Здесь статья про наш центр. У нас же на них день рождения два года. Немного, конечно, все-таки дата. Вот возьмите здесь еще интервью Юрия Алексеевича. Да. И вот в связи с этим я бы хотел, чтобы вы организовали небольшой сабантуйчик для персонала. Без излишеств, но праздничный. Простите, но мне кажется, это не совсем то, чем я должна заниматься, нет? Согласен, Наталья Владимировна. Совершенно с вами согласен. Однако, мне нравится, как вы работаете. У вас есть профессионализм, смелость, интуиция. Но вам нужно научиться работать с командой. И я полагаю, что организация сабантуя будет хорошим началом этого пути. Видимо, это одно из тех предложений, от которых невозможно отказаться. Но тогда я тоже сделаю вам предложение. Я хочу взять еще интернов. Ну, в этом есть здравый смысл. Я разрешаю вам взять одного. Если все пойдет хорошо, то тогда мы увеличим квоту. Это все, что вы хотели мне сказать? Нет. Я хотела позвать вас на консилиум к Поспеловой. Ее необходимо срочно роду разрешать. Кесарева она не хочет. Давить на нее сейчас нельзя. Я надеюсь, что ваше слово будет убедительным и решающим. Ну, конечно. Пойдемте, Наталья Владимировна. Журналчик не забудьте. Пойдемте. Вот мы. Я так давно нормально не спала. Пусть вам сегодня приснятся замечательные цветные сны. Цветные сны. Признак шизофрения. Можно работать. Клинок. Скольпи. Скольпи. Ольга Леонидовна, хорошо, что я вас застала. Ольга Леонидовна, состояние поспелого и критическое. Неизвестно, удастся ли нам найти донора костного мозга и как пройдет еще одна операция, одному Богу известно. Она сказала, родственников никаких. Я хотела у вас узнать, известно ли вам что-то об отце ребенка. Да. А он про ребенка знает? Да. Я не думаю, что он будет счастлив узнать. Он что, женат? Нет. Откуда тогда такая уверенность? Он не удачник. Великие мозги без практического применения. Обычный старший сотрудник. Ни квартиры, ни денег. Живет с мамой, он не сможет помочь Вере. Да, я все понимаю, но все равно попрошу вас его найти. Нужно перестраховаться. Что-то неlest. Хоть. Доновοι. Субтитры создавал DimaTorzok Евгеньевич, я вам новое кушерство принесла. Там статья про наш центр. С фотографиями. Положу. Спасибо. Нет, даже журнал сегодня просто преследует. Я не удивлюсь, если это происки Дины. Ну, зря это так. Дина, она свой парень. Кстати, отличный друг. Ну, это если друг. А ты подружись. Ну, господи, придется. Мне же саморядов поручило организовать вечеринку по случаю дня рождения центра. Ты ж меня знаешь, я на вечеринках или пью, или скучаю. Ну, организовывать. Товарищ Бахметьев, разрешите, так сказать, прикрыть вас с тыла и помочь организовать веселье. Товарищ Базанов, прикройте меня, пожалуйста, с тыла, с флангов. И, вы знаете, с фронта, пожалуй, тоже прикройте. Так любишь или так ненавидишь? Ампутация прошла успешно, просто иногда мучают фантомные боли. Я не знаю, что еще. Слушай, нормальная. Ты представляешь, у нас двухкубовые закончились? Ну и что? Ну и она мне говорит, колей десятикубовые. Ну все, давай. Ну давай. До завтра. Счастливо. Надь, садись, давай я тебя до станции довезу. Ну спасибо, только мне не на станции, у меня на метро. Так я к метро могу. Пожалуйста. Ненавижу ходить по магазинам и саморядово. Так успокоились, сейчас быстро, весело, и с музыкой, погнали. Базанчик, ты че, дурак? Базанчик, ты че, дурак? Базанчик, ты че, дурак? Базанчик, ты че, дурак. Базанчик, ты че, дурак. Это все? Это все? Хорошо. Теперь все. Машина сломалась? Нет. А почему ты спрашиваешь? Ну, медленно едешь. А да? Задумался просто? А ты почему на метро? В гости, да? Нет, не в гости, а на свидание. Да шутка, бабушка у меня приболела и надо ее проведать. А у меня тоже бабушка. Да? Да, умерла. Нет, ничего страшного. Давно это было. Надя, а ты что завтра делаешь? Работаю. Да нет, вечером. Вечером после работы что делаешь? А, ну... Не знаю. Наверное, к бабушке снова поеду. Ага. А что? Да так, ничего. Паша, ты в метро проехал. Да? Да. Прости. Задумался просто. Ну... Спасибо, что подвез. Пожалуйста. Пока. Надя! А пойдем завтра орган слушать? То есть органный концерт. Там будет Бах, Вагнер, Феликс, Мендельсон. Это в церкви Екатерины на Большом проспекте. Я как-то... Я никогда не слушала орган. Так это хорошо, я тоже. Да. Тогда пойдем? Пойдем. Хорошо. Тогда до завтра? До завтра. Пока. Пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор А.Семкин Корректор А.Кулакова Да? Да. Ну, оформляйте, звоните Базанову, это его клиенты. На первичный осмотр вызовите Пашу. Да. Слушайте, вы себе подряд у меня будете там руками ползать. Да. Где Руслан Евгеньевич? Паша, не волнуйся, ему уже звонили, он скоро будет. Почему ты не позвонил? Я звонил на мобильный, он пока не отвечает. Шайка матки укороченная, зрелая, сглажена. Да. Пропускает кончик пальцев. Олегович, озон. Что это значит, доктор? Это значит, что роды только начинаются. Это, это, это как это только начинаются? А что будет дальше? Да все замечательно будет, роды первые, таз отличный, на пяти сантиметрах раскрытия. Вызовем анестезиолога, сделаем эпидуралку и... Ну, никакой эпидуралки. Это потери контроля над родами и риск травмы для ребенка. Простите, пожалуйста. Вы, собственно, кто приходитесь? Павел Олегович, можно вас на минуточку? Ах... Ах... Ммм... ИКО, суррогатное материнство. Вообще, вам в обменной карте ничего не написано? Доктор, вы совсем мышей не ловите? А шифр в уголке для кого? А... Ну, роды первые. Бред какой-то. В суррогатной матери берут уже рожавших и имеющих своих живых детей. Это вы с Русланом Евгеньевичем обсуждаете. Ты дозвонилась ему? Мобильный не отвечает. На городской звони. Наверное, спит еще. Хорошо. Тебе я кушерка сказала, не ори. Думай о ребенке. Как ты мне надоела со своим ребенком. Дай мне сесть. Тебе сказали ходить. Ходи. Когда это все кончится. Ну, режьте меня. Миш, у нее в самом деле такие болезненные схватки? Слушай, выгони этих зрителей. А то этот театр не закончится никогда. Ну, это твои с Базановым дела. Он придет с ним и разбирайся. Я дверь прикрою, а то на весь центр крик. Дина Рафаэловна, ну что, я иду тут такая красивая, и пусть весь мир подождет, а? Доброе утро, Руслан Евгеньевич. Приличные девушки на нервное бибиканье не отвечают. Они и так знают, что желанно. Чего так поздно-то? Ну, а что, только к тебе можно опаздывать? У меня, между прочим, уважительная причина. У меня муж из командировки вернулся. Где был? А где у нас землетрясение или цунами? Там и был. Устала я уже запоминать эти гоитица. О! Зачем? Магазин ограбил. Так два года в центру. Блин, забыла. И что? Ты собираешься всех родильниц накормить? Ну, вечеринка после смены. Ага, и ты собираешься встроиться в банку? Не я, Бахметьева. Бахметьев? А ты что, в помощники и записался? Учти, так девушку не завоюешь. А кто сказал, что я собираюсь вас завоюнуть? Боже мой, Базанов. Я думала, у вас просто интрижка. А у вас нет. Скорей зови ее на свидание. Не жди второго пришествия московского гостя. Руслан Евгеньевич, вас обыскались. Потихонечку, потихонечку. Сейчас приляжем. И успокоимся. Халатик. Так, не на попу, не на попу. Там у нас голова, ребенок. Ой, да плевать мне на его голову. Аняка свожи оставляет меня в лошади слагать. Где-то вычитывала, что в родах лучше двигаться. Все знает. А родить не может. А Туленька он. А Туленька он ее муж. Это мы еще посмотрим. Не важно, бесплодна она или нет. Вы сами на это пошли. Дать яйцеклетку, выносить ребенка. Да помню я. Пусть подается своим ребенком. Сейчас все пройдет. Еще раз все пройдет. Сейчас, сейчас, сейчас. Прошло уже. Спасибо. Полежите чуть-чуть, я сейчас приду. Через полчаса на кресле посмотрим. А пока пусть отдыхает. Бесовское это дело. Какое? Репродуктология твоя. Люди не телки, не бычки. А ты не зоотехник, раз Бог не дал. Миша, ну ты прям католическая церковь. Да. Ты бы лучше эту драматическую актрису прооперировала. Мне казалось, раньше всех после ЭКО резали. Как раньше? Сейчас, если показаний нет, то пожелание. А эти не пожелали? Ну дураки. По природе хотят, но покажет им это природа. Трижды дураки, что за эту нерожавшую телку в пять раз больше заплатили. Евгения Ефимовна. Попомни мое слово. Не видать этим богатеньким ребенка. А вы тут ошибаешься. Шарагат попит, что ребенок ей не нужен. Ее, кстати, гораздо больше папаша интересует. Вы, доктор, хоть и любите женщин, ничегошеньки в них не понимаете. Ну просто тема дня какая-то. Мне нужен человек с нестандартными мозгами, который может быстро принимать решения в условиях, приближенных к экстремальным. О, это я, вылитый. Сейчас мы проверим. Я вам задам несколько вопросов-задач. Вы будете отвечать быстро. Будьте внимательны, потому что повторять и отвечать на вопросы я не буду. Договорились? Да. Двое детей смотрят через оконное стекло. Один находится внутри дома, другой снаружи. Стекло абсолютно прозрачное, на нем нет штор или жалюзи, при этом дети не видят друг друга. Почему? Они, наверное, слепые. Спасибо. Два. Может быть, это зеркало? Нет, это не зеркало. Ну что, никто. Я зря теряю время. Время. Они смотрят в окно в разное время. Вы ловите на лету. Это плюс. Хорошо, дальше. Сколько яиц можно съесть натощак? Я могу десять съесть. Ни одного. Только одного. Почему? А потому что все остальные уже будут съедены не на пустой желудок. Браво. И последнее. В чем проявляется находчивость? А можете спросить? Спросить или ответить? Я хочу спросить, не ошибаюсь ли я, но если я не ошибаюсь, вы и зачтете мне этот ответ. Хитро. Попробуйте. Находчивость берет начало в неожиданности. В неожиданности ситуации, в которую мы попали. И чем она неординарнее, эта ситуация, тем более неожиданным будет наше решение. Как-то так. Приходите завтра. Спасибо. Дыши, дыши. Мне очень в туалет надо. По большому? Начинается, доктор. Тогда в грудзал, клади ее на рахмановку и без меня не тужится. А вот вам бы я присутствовать не советовал. Ну, это даже не обсуждается. Мы будем присутствовать на рождении нашей дочери. Так, дорогие мои, я настоятельно не рекомендую прикладывать новорожденную к ее груди. Моя дочь заслуживает самого лучшего. И уж тем более грудного молока. Угу. Ну, еще одна ошибка – это нанимать Машу кормилицей. Вы пробудете в ней материнский инстинкт. Аня, может, правда? Что за страхи, а? Машка – материальная и циничная баба. Так что расслабьтесь, доктор. Пойдемте? Пойдемте. Вон там. Внимание! А-а-а! Не ори! Туся! Вниз! Туся! Вниз! Не ори! Давай без голоса. Еще разок! Передохни. Давай еще разочек. Так, ну-ка, все вниз! Все-все-все-все-все! Ну? Ну, ну, Игорьочка, ай молодца! Девочка у тебя, у вас. Ну, смотрите, только не говорите, что Миша вас не предупреждала. Ой, а можно потрогать? Ну, конечно же, ваш ребенок. Маленькая такая! Пальчики лучше пересчитайте! Евгений Федорович! По пять! По пять! Ой, хорошенький, какой маленький! Ой, можно мне подержать, а? Ну, конечно, можно, я разрешаю. Головушку держи. Что? Толечка, посмотри, у Дашки такие же глаза голубые, как у тебя. Смотри-ка, я имя уже придумала. К твоему сведению, у всех новорожденных голубые, молочные глазки. А ты бы мужик лучше за свои бабы бы сбегал, если поменять не решил. Что вы такое говорите? Я знаю, что я говорю. Ну, вот, все будет путем. Ни или не будет. У меня же все права есть, если я передумаю. Понятно, деньги надо будет вернуть, но... Мы еще за эти деньги с ними по судам походим. Правда, мы хороши? А то ли еще, может, на нашу сторону встать. Ну, чужом несчастье. Ну, как вы сюда попали-то, вообще? Видела, как персонал выходит курить. Надо вернуться. Ситуация уже неуправляемая. Только вы можете вернуть в какой-то нормальный русский. У меня был идеальный брак, доктор. Десять лет. Одни друзья, одни мысли, одинаковое желание. Он знал, что я бесплодна. Он не говорил, зачем нам деть. А два года назад я поняла, что они ему нужны. Стал заигрываться с племенниками. Открыл интернет-магазин детской игрушки. Вот тогда я решила, либо я заведу ребенка, либо я разрушу брак. Зачем вы суррогатной матери знакомой выбрали? Тем более, не рожавшим. Я антикризисный менеджер. Я знаю, что из всех решений нужно выбирать лучше. Вот я и выбрала. Она удавится из-за денег. Да и еще лет десять ей детям нужны, не будут. Маша идеальная кандидатура. Пронсалка, карьеристка. Да и некрасавец, чтобы Толя не запахнула. Одного вы не учли, что она может захотеть ребенка. Я не учила, что я могу не захотеть. Я тебе звоню, звоню. Ты не отвечаешь. Устала? А? Все устали. За вчера, за сегодня, за эти десять месяцев. Да. Нам надо отдохнуть. Вот. Друг от друга. Что ты такое говоришь? Ты любишь эту девочку, она любит эту девочку. Я. Нет. Я все время думала, что такое яйцеклетка, пусть даже не моя, я ошиблась. Подожди, нам просто нужно время. Никаких больше нас. Я ухожу. Ты был таким идиотом на родах. И вообще все это время. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok